Чем богат юг страны? В Астане проходят Дни Южного Казахстана. С ней связано развитие государства. На юге отметили День Конституции. Царица полей в эпицентре внимания. На международном семинаре изучили новые методы выращивания кукурузы. В Астане продолжаются Дни Южного Казахстана на Экспо. В рамках мероприятия в столице состоялись выставка товаров южноказахстанских производителей, художественная выставка, калоконцерт творческих коллективов области и презентация книг об истории Южного региона. Внимание всего мира приковано к Астане. В эпицентре внимания международная выставка Экспо-2017 и мероприятия, проходящие в рамках Дней Южного Казахстана. В Национальной библиотеке состоялась презентация книг «Лицо, независимость, история» и «Жахан Танган Жетты Тулган». Автор идеи – Аким Южного Казахстана Ажансиит Тюймибаев. В книге есть все исторические моменты рабочей поездки главы государства в Южный Казахстан, автором которого является наш Аким региона Ажансиит Тюймибаев. Более 500 экспонатов 18-19 веков были представлены на выставке в Астане. Жители и гости столицы смогли ознакомиться с ценными историческими экспонатами, рассказывающие об истории Южного Казахстана. Помимо исторических экспонатов, в столицу были привезены работы местных художников и фотографов и изделия мастеров прикладного искусства. Большой интерес у посетителей выставки вызвали исторические экспонаты ремесленников прошлых веков, обнаруженные во время археологических раскопок на древних городищах Туркестана и Отрара. «Я очень рада, что посетила этно-аул. Здесь все так красиво. Я специально приехала в столицу, услышав о том, что здесь будут проходить Дни культуры Южного Казахстана. Увидев прикладное искусство талантливых мастеров юга, очень обрадовалась. Спасибо за теплый прием». В рамках Дни Южного Казахстана на Экспо-2017 артисты областной филармонии имени Шамши Калдаякова и театра оперы и балета прокатились по Стане на красном двухэтажном автобусе, исполняя всеми любимые песни своего великого земляка, казахского композитора Шамши Калдаякова, Арыс, Жагаснда, Анашим, Терескей и другие. По пути делали остановки в общественных местах у торговых центров, устраивая мини-концерты. Публика с восторгом аплодировала лучшим артистам юга, подпевая благодаря задоставленное удовольствием. А накануне Дня Конституции в столичном центральном концертном зале «Казахстан» в рамках Дней Южно-Казахстанской области для широкой общественности прошел галоконцерт мастеров искусства области «Экспараонтостыктен Аншашу». В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра республики Казахстана Ербулат Дусаев, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дусенова, министр культуры и спорта Арстанбек Мухаммеди Улы, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, председатель Верховного суда Кайрат Бами, председатель правления акционерного общества Самурок Казана Умрзак Шукеев, депутаты Сената парламента и послы зарубежных стран Казахстана, а также общественные деятели, которые, в свою очередь, были почетными гостями этого вечера. Мне особенно понравилась театрализованная постановка про легенду на исторической земле Казгурт. Творческая труппа показала достижения Казахстана за годы независимости, ее рост, нашу специализированную выставку-экспо. Таланты Южно-Казахстанской области порадовали нас всех. Спасибо огромное. В концерте приняли участие около тысячи мастеров искусств и культуры. На сцене Центрального концертного зала выступили танцевальные ансамбли «Хазана», «Шамсинур», «Умар», «Шатык», а также артисты областной филармонии имени Шамши Калдаякова, симфонический оркестр областного театра оперы и балета. Вместе с тем на галоконцерте выступила заслуженная артистка Республики Казахстан, уроженка нашей области Алтанай Журабаева, исполнив песню «Гелемын Джуреги Астана». В завершении концертной программы прозвучала песня «Мангели Киэль». Наряду с этим особое впечатление произвели 600 юных думбристов, синхронно исполнив Кью Курмангазы, бал Бараон. Динар Мусаева, Мухан Муратулы, он тусты как парад. Конституция является главным законом. С ней непрерывно связано развитие нашей страны. 22 года прошло с момента принятия основного политического документа «Свидетельство независимости и свободы». Накануне население нашего региона отпраздновал День Конституции. В Ордобасинском районе и Туркестане с участием местных властей, почетных ветеранов, а также жителей организовали грандиозные мероприятия. За годы независимости Конституция не раз доказала свою эффективность, демократичность и нацеленность на защиту прав и свобод граждан. Огромный потенциал конституционных норм послужил основой сегодняшних достижений и успехов нашего общества. В 1995 году, если общее производство сельского хозяйства по Южно-Казахстанской области составляло около 8 тысяч, то 158 из них, то есть 2%, было Ордобасинского района. Улучшилась здесь и инфраструктура совместно со строительством социальных объектов. Например, с 2008 года в селе отремонтировали свыше 200 километров дорог. Только в этом году закончены строительства 14 коммунальных домов и 4 школ. Значительную роль Конституции понимают и жители Туркестана. Они отмечают, что основополагающими принципами деятельности республики являются общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов, государственной жизни с демократическими методами. Включая голосование на республиканском референдуме или в парламенте. Конституция стала прочным фундаментом нашей независимости, гарантом успешного развития и высокого международного авторитета Казахстана. Она утвердила общественно-политическое единство, согласие и стабильность как ключевые ценности нашего общества. Наша Конституция является мощным фактором дальнейшей реализации процесса модернизации, укрепления демократических начал, роста благосостояния граждан и консолидации общества на пути продвижения Казахстана в число 30 развитых стран мира. В конце мероприятия творческие коллективы Культурного дома организовали концертную программу. Председатель областного суда Талхат Парапеков с рабочей поездкой посетил Сарагашский район. Здесь он встретился с местными жителями, а также Акимом и активом района. Главная цель – разъяснить изменения в законодательстве, повышение правовой грамотности населения, а также польза и преимущества процесса медиации. Планом нации предусмотрена оптимизация инстанции судебной системы для упрощения доступа граждан к правосудию. В ходе встречи представители ФИМИДы обсудили с местными жителями вопросы строгого отбора кандидатов на должность судей. Усилить правила приема отчетов судей зашла речь и о работе судебной коллеги по гражданским делам. По Южно-Казахстанской области есть 411 государственных служащих. Среди них секретари судебного заседания, главные специалисты. Это одно из требований, указанное в программной статье главы государства «Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания». Мы проводим немало работ. У нас участились случаи кражи скота. Но многие дела закончились успешно. Многих поймали. В государственных учреждениях при областном суде работают 411 специалистов, которые большой акцент должны делать на примирении сторон. Талгат Борадбеков считает, что повышение правовой грамотности граждан позволит в разы уменьшить судебных разбирательств. Поэтому правые разъяснительные работы активно ведутся представителями районных судов и других государственных органов. Если в прошлом году судебные дела проводились на протяжении больше года, то сегодня работы заканчиваются за 7-8 месяцев. Сегодня проводятся работы в направлении судебных исполнителей, повышение доверия народа, а также их правовой грамотности. Медиация – потребность современности. Сегодня мы наблюдаем рост правовых споров между гражданами. Люди спорят обо всем, начиная от опеки над детьми и доземельных конфликтов между соседями. Этот перечень можно продолжать до бесконечности. От этого растет нагрузка на судей. Процесс медиации позволит сократить количество дел, а также даст больше времени и возможности для качественного и тщательного рассмотрения дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. Увеличение урожая кукурузы путем внедрения новых инновационных технологий на засоленной почве. В Утранском районе под такой темой прошел международный полевой семинар. Участие здесь приняли менеджеры, а также руководители сельскохозяйственных компаний Турции, Китая, Узбекистана и Кыргызстана. О соответствующих проводимых работах рассказали отечественные ученые, а также специалисты областного управления сельского хозяйства. В ходе встречи фермеров основной темой обсуждения стало развитие кукурузного кластера, а также проанализировали работы, направленные на повышение водообеспеченности орошаемых земель и методы борьбы с засолением почвы. Глава района рассказал о предпринимаемых мерах по профилактике экологической безопасности, повышении плодородия земель, повышении урожая крестьян. Мы работаем над расширением производства кукурузных продукций. На сегодняшний день в индустриальных зонах у нас работают два завода по сушке и хранению кукурузы. Мощность 10 тысяч тонн. В этом году планируем построить еще один завод. В ходе семинара было представлено ряд новых проектов. Известные отечественные ученые предложили новые методы по решению проблемы деградации почвы и потери почвенного плодородия. К нам приезжать с многих стран Турции, Китая, Кыргызстана интересуются нашими технологиями. Для нас это огромная честь. Поэтому где бы ни были в первую очередь решаем вопрос пассивных земель. Так совместно с зарубежными странами стараемся решить этот вопрос. Участники встречи ознакомились с работой сельскохозяйственного производственного кооператива «Актобе Агра». Здесь на 105 гектарах посажен новый сорт кукурузы. По словам руководителя кооператива Ельгунда Альмаханова, раньше объем урожая составлял всего 50-60 центнеров. В этом же году ожидается, что результатом совместной работы с научно-исследовательским институтом станет урожай кукурузы 130-140 центнеров с гектара. Привезли семена биатон. Как видите, итог хороший. Теперь институт решает вопрос, чего не хватает. Например, здесь нет фосфора. Когда данную проблему решили, количество урожая вырос. По завершению Аким района Ерлан Айтаханов отметил, что утрарцы намерены не только ежегодно увеличить урожай кукурузы, но также наладить соответствующее производство. В настоящее время в районе ведут работу о выведении излишек воды из почвы. Для этого используют коллекторную и дренажную системы, а также решается вопрос поливной воды. А мы продолжаем нашу информационную программу. Далее вы узнаете. Школы готовы к новому учебному году. В Южном Казахстане состоялась августовская конференция учителей. Осторожно, пьяный водитель. В Шемкенте под колесами авто погиб очередной ребенок. Южный Арбат в Шемкенте. Небольшой городок мастеров юга раскинулся на площадке перед молодежным ресурсным центром. С родителей и учителей в этом году не собрались средства на текущий ремонт школ Шемкента. Об этом заявила руководитель городского отдела образования Шанат Тажиева в ходе заседания с участием городоначальника Хабидулы Абдрахимова. По словам главного педагога областного центра, на ремонт 125 школ и 88 детских садов с местного бюджета было выделено 141 миллион тенге. В настоящее время все образовательные учреждения готовы к новому учебному году. В ходе заседания Габидулла Рахматуллаевич заслушал ответы по двум вопросам, стоящих на повестке дня. По первому из них стало известно, что в рамках образовательной программы в 45 городских школах были оборудованы классы робототехники. Так, на обновление материально-технической базы еще в 19 школах было выделено 114 миллионов тенге. Помимо этого, с целью обеспечения образовательных учреждений твердым и жидким топливом, с бюджета было выделено 221 миллионов тенге. Специалисты уже проверили отопительную систему и трубы. Акт проверки направили в областное управление образования и энергетики. Мэр города также поинтересовался о транспорте для школьников и мере пожарной безопасности. На каком уровне мера пожарной безопасности, а также каков показатель перевозимых транспортом учащихся? Работы по пожарной безопасности закончим до конца сентября. А по вопросу перевозки детей в этом году будут перевозить предназначенные для этого 19 автобусов, учащихся еще 9 школ. В этом году объем инвестиций, привлеченных в основной капитал, составил 120 миллиардов тенге. При этом 69 миллиардов тенге было направлено на перерабатывающую промышленность. Еще 84 миллиарда тенге на строительство зданий. Габидулла Абдрахимов обратила особое внимание на сферу сельского хозяйства и пищевой промышленности. Стоит отметить, что в этом году в городе должны были запустить второй этап реализации семи проектов. Однако на деле все так и осталось на словах. Градоначальник раскритиковал халатные отношения к выполнению поручений президента. Шумкент-Цемент, М-групп Ки-З, Хилл Корпорейшн. Они будут осуществляться или нет? На каком уровне сейчас находятся? Многие из них сейчас ведут активную работу. Они все находятся на индустриальных зонах. До конца года планируем закончить работы по всем проектам. Актуальные проблемы образования и достижения были рассмотрены на очередной августовской конференции учителей в Туркестане. На совещании говорилось о важности повышения качества обучения и необходимости ликвидации трехсменного обучения детей в школах. Вопросы дальнейшего развития рассмотрели и учителя Мактаральского района. В Туркестане более 70 школ. Сейчас ведется активная работа по ликвидации аварийных школ. В этом году для решения проблем трехсменного обучения в нескольких школах были построены дополнительные корпусы. Дети от трех до шести лет на сегодняшний день обеспечены дошкольным образованием на 86,3%. Индикатор составляет 87,5%. Ее мы достигнем до конца года. Количество детских садов составляет 59, 27 из них частные. В этом году для приобретения учебников из бюджета Туркестана было выделено 450 миллионов тенге. Сто процентов книгами будут обеспечены ученики вторых, пятых и седьмых классов. А Мактаральский район бьет все рекорды по качеству обучения школьников. В этом году Алтенбельге здесь получили 30 выпускников. На августовской конференции отличившиеся педагоги были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Сегодня в Мактаральском районе действуют 124 школы. В них среднее образование получают 75 тысяч детей. Главный педагог района рассказал о перспективных планах по дальнейшему развитию образования. От педагога зависит многое. Как он воспитает своего ученика, какое образование у него будет. Наше будущее зависит от молодого поколения. Мы будем стараться и в дальнейшем развивать сферу образования. В новом учебном году в районе в эксплуатацию будут сданы три новые школы. Еще пять будут построены в следующем году. Аким района Галым Исмаилов поздравил педагогов с началом нового учебного года, пожелав им и дальше воспитывать достойное образованное поколение независимого государства. Динар Мусаева, Мухан, Мурат Улы, Унтусты, как парад. В Шымкенте пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку. Вечером 30 августа 2017 года в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Микшинского района Шымкента произошел наезд на пешехода, сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что житель Шымкента 1966 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ в нетрезвом состоянии, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2007 года рождения ученицу пятого класса. В результате ДТП 10-летняя девочка от полученных травм скончалась при поступлении в областную детскую больницу. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель автомашины ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. По данному факту возбуждено уголовное дело по 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый во дворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Полицейские Южно-Казахстанской области предупреждают водители, что не следует нарушать правила дорожного движения, тем более находясь в алкогольном состоянии. До скорой встречи летом. Так воспитанники детского сада Олпатай попрощались с самым красивым сезоном года. На сегодняшний день благодаря государственной программе Балапан дошкольное учреждение расширяется и улучшается. В ходе мероприятия средняя группа детского сада организовала концертную программу. Во время проведения мероприятия участники программы в возрасте от 3 до 5 лет могли проявить свою изобретательность, характер, упорство и умения. В образах сказочных персонажей дошколята организовали небольшую театрализованную постановку, где призвали своих сверстников к активной жизни и борьбе с ленью. Дошкольное учреждение особое внимание уделяет художественно-эстетическому развитию и экологическому воспитанию детей. Призывает их быть трудолюбивыми, ведь это одно из требований, указанных в программной статье Главы государства. Задачи, поставленные нашим президентом, призывают дать правильное воспитание детям, быть трудолюбивыми, уважать старших, ведь от них зависит наше будущее. Мы часто проводим мероприятия на тему духовного возрождения. И сегодня итог данных работ. Дети получили море положительных эмоций и хороших впечатлений. Стоит отметить, в дошкольном учреждении Улпатай сегодня воспитываются около 60 детей. 20 из них приняли участие в концертной программе. Попрощавшись с летом, ребята подготовились к встрече не менее красивого сезона года – золотой осени. Южный Арбат – эпицентр сбора талантливой молодежи. Город мастеров в Шемкенте появился месяц назад. Он раскинулся на площадке перед бывшим кинотеатром имени Сакина Сейфулина. Купить необычные изделия можно в пятницу, субботу и воскресенье. Принять участие в выставке может любой желающий. Южный Арбат – это настоящий кладезь для любителей эксклюзивных штучек. Здесь можно приобрести то, чего точно не купишь в магазине или на рынке. Уникальны здесь не только изделия. Люди собираются не менее интересные. Организаторы Южного Арбата надеются привлечь к выставке как можно больше молодежи. Это отличная площадка для того, чтобы продемонстрировать свой талант и, конечно, заработать. Ярмарку-выставку планируют проводить по пятницам, субботам и воскресеньям. С четырех часов дня на площади Альфа-Раби перед молодежным ресурсным центром мастера ждут всех желающих. Я обычно делаю брелки на музыкальную тему. Там Линкин, Парк, Рамштайн, всякие гитарки. Сейчас решил немного отклониться от курса. Среди поделок тоже на разные темы, тоже игровых. И по фильмам, и по играм тоже много всего найти можно. Тренерский штаб сборной Казахстана и футболисты избрали капитана национальной сборной. 35-летний вратарь Павлодарского Иртыша Давид Лория избран капитаном сборной Казахстана. На его счету 42 матча в составе сборной Казахстана. Давид Лория дебютировал в сборной Казахстана еще 17 лет назад, 26 мая 2000 года, в матче против Сирии. Вице-капитаном сборной Казахстана избран 24-летний полузащитник Кайрата Исламбек Уад. На его счету 12 матчей и 3 забитых гола. Фируса Шарипова вошла в казахстанскую книгу рекордов. Этой приятной новостью чемпионка мира по боксу поделилась на своей странице в Инстаграм. Фируса попала в казахстанскую книгу рекордов Кинес, как первая в истории республики Казахстан женщина-спортсменка, ставшая чемпионкой мира по профессиональному боксу. Накануне казахстанская девушка-боксер победила болгарку Милену Калебу. В главном бою вечера бокса в Астане поединок продлился все положенные 10 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Шариповой. Соперницы оспаривали два вакантных титула чемпионки мира в легком весе по версиям WIBA и WBU. Для 22-летней Шариповой прошедший поединок был восьмым в профессиональной карьере. Теперь на ее счету 7 побед, 3 нокаутом и 1 поражение. Ахмарал Кубжасарва, Багдаулет Разах, ОМТУ, СТУКАХ ПАРАД. И в завершении. Департамент по ЧАЭС предупреждает. 1 сентября местами по Южно-Казахстанской области сохраняется усиление восточного ветра 15-20 метров в секунду. В нем ожидается сильная жара 41 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Смотрите наши новости на сайте шимкентв.кз. Спасибо за внимание. И помните, вместе мы сильнее. Субтитры предупреждает. Ночью 24 градуса выше 0.